Самара встречает гостей. С 9 по 12 апреля за звание лучшего в профессии будут соревноваться 119 участников чемпионата. Это студенты среднепрофессиональных учебных заведений всего Приволжского федерального округа. Самарцам стоит глядеть в оба конкурента, настроенные решительно. Айселу Сунгатулина из Казани на соревнованиях регионального уровня стала лучшей из 10 участниц в компетенции «Воспитатель». Сложно было, потому что все конкуренты, все девочки были очень достойные. Тут уж профессионализм нужно показывать. Я жду, я надеюсь, только первое место. И дальше пройду национальный этап, представлять нашу республику. В чемпионате, которому уже более полувека, принимают участие порядка 80 стран мира. Россия не стала исключением. По оценке специалистов, с каждым годом количество участников в нашей стране растет. Как растут и профессиональные навыки, которые помогут обеспечить успешную карьеру в будущем. Все наши участники сборной, которые изделили в Лейпциг и в Лиль, все настолько состоялись в профессии. То есть они не только на первых ролях, но многие из них открыли собственный бизнес. Теперь представьте, о ком я говорю. Это ребята в возрасте 20-21 год, выпускники колледжа или техникумов. За происходящим на площадках будут наблюдать и школьники, ученики старших классов, у которых выбор профессии еще впереди. Открытый формат чемпионата – это особая технология профессиональной ориентации ребят, начиная с самого младшего возраста. И обязательно должны проводиться экскурсии по всем площадкам. И ребята могут глазами увидеть, насколько высокотехнологичны сегодня рабочие профессии. Полуфинал национального чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills продлится до 12 апреля. Затем победителей ждет суперфинал, который пройдет в мае в Казани. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.